Ладно, давайте поговорим об этом. Кейт 6 мёртв. Привет, Страж, меня зовут Джонни Лейни, и это новое видео на канале Трипл Вайп. Сколько времени прошло с момента релиза этого трейлера, а у меня всё ещё мурашки бегут от его просмотра. Пишите в комментариях, сколько раз посмотрели трейлер. Кейт 6 мёртв. Сомневаться в этом почти не приходится. В этом видео я постараюсь объяснить почему. А для усиления драмы на видеоряд поставлю матчи из первой части с револьвером Кейда Ace of Space. Спойлер, это боль. Гаста пристрелили в трейлере, а как мы знаем, без гаста у Стража остаётся лишь одна жизнь. Так что шанса выжить у Кейда не оставалось. Конечно, только если Принц Ульдран не промахнулся с расстояния в метр и выстрелил всё же в Кейда. Да, он Экза, и теория о Кейт 7 сейчас именно то, что даёт надежду многим игрокам. Но я не думаю, что это возможно. То, что Экза фактически роботы, не означает, что они бессмертны. Убийство Экза ничем не отличается от убийства человека. Нельзя убить Экза, потом оторвать его голову, насадить на новое тело и надеяться, что всё будет хорошо. Кроме этого, цифра в имени Экза не означает количество смертей. Она означает количество перезагрузок, которые были проведены. С каждой перезагрузкой у Экза нарушается память. Это хорошо можно заметить при общении с оружейником Банши 44 в городе. Он часто говорит «забыл, что я делал» и «ты же только что заходил». Перезагрузки необходимо совершать для поддержания психического состояния Экза. Поскольку все Экза некогда были людьми, пересадка человека в разум машины – процесс болезненный, и некоторые проходят его тяжело. Единственный шанс на то, что Кейда воскресят – это появление Экза Стрэнджера, персонажа из первой части игры, о которой вообще ничего толком и не было известно. После релиза «Военного разума» стало известно, что она сестра Анны Брей, а её настоящее имя Элси. Элси непосредственно занималась работой над созданием Экза в Брей, так что если кто-то и знает, как можно чинить этих ребят, то только она. Вообще, смерть такого персонажа – это сильный ход. Ход, который нужен истории игры. Никого так не любят игроки, как Кейда. Его шутки разбирают на цитаты, его скриншоты с курицей на руках ставят на аватары, так что ничья смерть так бы не сплотила Стражей, как смерть Кейда. Это очень большая трагедия, которая будет ещё очень долго дёргать сердца Стражей за самые тонкие струны. Представьте, если Банджи через какое-то время вернут Эрис, например, чьи подколы в её сторону мы вспомним в первую очередь. Смерть и коры или завалы не оказало бы такого эффекта. Злость, боль и желание, мести – вот самые сильные эмоции, которые всегда служили сильнейшим инструментом для мотивации главных персонажей в играх и фильмах. Главными персонажами в Destiny являемся мы с вами. Я не говорю, что это хорошее решение, я говорю, что это грамотный ход для развития сюжета. Те из вас, кто давно следит за моим каналом, знают, что мой любимый персонаж, основной персонаж, ещё со времён Destiny 1 – Охотник. Хантер-Ганслингер – любимое сочетание, потому я чуть не сорвал голос на премьере Destiny 2, на моменте, когда Кейт использовал именно эту ульту. Любимый персонаж, любимый класс, сап-класс – всё это время я больше хотел узнать о Кейде. И теперь такое. Я имею в виду, что это ощущается как личная трагедия, как потеря хорошего друга. Я знал Кейда 4 года. Какого чёрта какой-то ублюдок просто так взял и пристрелил его из его же револьвера? Что ж, Принц Ульдран, ты вернулся? Ну, теперь беги. Ну и опять же, вспомните, когда в последний раз нам вообще было дело до персонажей игры. В Rise of Iron в первой части, на моменте смерти Железных Лордов, когда напали на башню, может быть, не так уж часто в сюжете игры случается что-то, что так задевает игроков. Вот я к чему. Нет, ну что за револьвер? Кейд обращается с ним явно лучше меня. А ещё Принц Ульдран. Тоже неплохо из него стреляет. Так что ждём 4 сентября и готовимся мстить за Кейда. За себя и за Сашку! И кстати, в нашей группе ВКонтакте мы публиковали статью о том, что намёки на смерть Кейда были даны в разных подсказках уже давно. Там много интересных деталей, так что советую прочесть. Ссылка на статью будет в описании к видео. А на этом пока всё. В скором времени я выложу видео о том, кто такой Принц Ульдран и почему он такой ублюдок. Ну а пока подпишись на канал, нажми колокольчик, чтобы не пропустить самые интересные ролики. И до связи!